Христос! Добро пожаловать в Италию. Уже который раз ты в Италию? Ну, за это год пятый, а на соревнования третий. Значит, ты уже как дома, в принципе. Ну да, да. Был здесь супер матч, потом Купа Италии и сейчас чемпионат Италии. Мы всегда рады тебя встречать здесь. Спасибо. И ты как, Димаш, дорогой гость. Я считаю, что ты легендарный человек, как судья и как атлет, скажем. Спасибо, спасибо. Уже сколько лет в этом спорте? Ну, мой первый чемпионат в Европе был в 2001 год в Чехии, в Брецов. Это сколько получается? 21 год уже. Больше половины твоей жизни в этом спорте? Ну да, да. Так. Я всегда, я говорил и раньше, ты как этот человек, когда в всех легендарных событиях ты всегда присутствовал, да? Ну, как судья, да. Какие у тебя ощущения? Вот Ларат, вот судил Татарас и Вайпин Ларат. Я очень рад, потому что у меня есть шанс судить на это спортсмены, потому что они классные вообще, они имя, они… Я могу смотреть, тут такое расстояние всех этих поединок. У меня супер… Ну, не всегда бывает хорошо, как последний бой не получился хорошо, ушибки сделал и так, ну… Какой бой ты имеешь в виду? О, Ларат с прудником. А, с прудником? Да, да, да. Там просто мы чуть-чуть правила поменяли и так, я сам, я ушибался много, психическая атака делал меня Ларат, и я сам на это попал. Как бы я говорю, я не буду, но попал, да. Мы видели, прудник был недоволен, как бы, ну, он признал поражение. Всегда, кто проиграет недоволен, ну, могут быть по-другому. Да. Просто мы справилась сначала… Ну, Ларат, наверное, тяжело судить Ларат. В принципе, нет, но это раз было тяжело, это раз было тяжело, и там и жену Ларата стоял, я потом на видео смотрю, я слышал целое время, не знаю, где она находится, потом смотрю, она за меня. Как во сне, да? Да, и это тоже психологически поменять, но самое главное, что когда судим мы, мы были в судинский захват, а сначала решили, что на судинский захват, фалом не делом, а откроем, отправим захват. А это, они знают этого, и дергаются целое время. И двигаются в лучшую позицию себе. Я старался, что будет поединок начинает фэр, средина, без преимущества для спортсменов, ну, и так так было. Вот дошли, вот, как ты думаешь, это, ну, когда они локти поднимают, Тенген говорит, что можно закрывать глаза, или на рефер, как ты думаешь, это помогает спорту, или лучше иметь строгие законы? В принципе, помогает, помогает на этот формат, формат, что видно на ютубе, и, может, если смотришь. Мне не нравится, когда закончат поединок, даже когда в финале на Европе и мире закончили по фалом на судийский захват, это вообще для никто неинтересно. Помнится поединок Бабаева с Тим Брезненом, когда они закончили все фаломы? Ну, сейчас, когда, посмотри, маленький фалик, что не имеет значения, не дает преимущества, когда мы не даем, хорошо получается. Сейчас дали всех фалик, что, ну, подложки поменяли, знаешь, там 20-20, да, и хорошо получилось. Здесь в Италии тоже подложки мягкие, и фали мало есть, когда на Европе и мире они твердят вообще, там много фалов получается. Это сначала, когда Мазуренко сделал это, он сделал, потому что суды хотели, каждый фал будет видно. А это для спорта можно нехорошо. В профессиональном спорте есть спектакль, да? Да, да, да. Вот такой вопрос, ты себя больше судей чувствуешь или спортсменом? Ну, не, и так, и так. Я как спортсмен хорошо готовиться, и когда имею время, я тренируюсь хорошо. А когда, когда, как судья, я чувствую себя хорошо тоже, потому что... А вот судей, а как вот такой вопрос вот. Вот я смотрел твои результаты, да, у тебя были вторые места в Европе, в мире третьи места. А как ты думаешь, почему тебе, чего тебе не хватило, чтобы ты выиграл? Ну, я раз мир выиграл, я раз выиграл Европу. А значит, я неправильно посмотрел. Да, да, да. Я в 2019 году в Бразилии, я первый стал вторым детям в третьем году в Трайханов. А на Европе в Болгарии в 2015 году я стал первый на праве, и там финал был с Курдаков. Опять детям был сильнейший, кто третий стал, просто он с меня долго рос и устал. У тебя удивительное долгожитие в спорте, и я тебе желаю всего наилучшего. Спасибо, спасибо. Последний вопрос тебе задам потом. Как ты думаешь, в чем уникальность в болгарской школе? Вот есть, там, тяжелая атлетика есть, есть в боксе есть, кубинская школа, тяжелая атлетика болгарская, советская школа была. В чем особенность в армирестлинге вот болгарских спортсменов, да, Гашевский, Галиманов, такие большие, великие спортсмены. В чем ты думаешь? Честно, не могу сказать, что там, знаешь как, по-моему, там, где нет много денег, вообще сначала не были вообще деньги, там просто люди как-то любят спорты. Наверное, Гашевский, знаешь, как он сначала начинал, я и так смотрю с глазами, это какой человек 75 кг, выиграл всех силнейших больших людей. И вот так потихоньку люди приедут в спорт, начинают борются, и когда вот в Горного Ряховица, Гашевский хорошо школа сделал. В Тутракан, Красимир, потом ученики у Красимира были, и Сашу Андреев, и Бужидар Семенов, они тоже хорошо. Мы в Софье тоже там были вместо, много людей тренируются, и так потихоньку начинали, Ленгаров приехал, там Големанов сейчас нас тренируются, и так уровень растет просто. Не знаю, почему в Болгарии, по-моему, на всех можно, и в Италии можно так получится. Здесь много крепких людей. Ну, желаю тебе всего наилучшего, Христа. Спасибо, спасибо. И до нового встречи в Супермаче. Я надеюсь, что ты придешь. Да, увидимся 100%. Мы рады тебя видеть всегда, и ты легендарный человек. Увидимся 100%. До встречи. Спасибо, Христа. Мне за счет. Спасибо. Спасибо.